Всем доброе утро, в эфире новости. Меня зовут Антон Скаль, о самом важном к столь раннему часу в ближайшие пять минут. В Алтайском крае стартует летняя осенняя охота на пернатую дить. Традиционно это считается началом нового охотничьего сезона. По данным Краевого министерства природных ресурсов и экологии, в регионе зарегистрировано более 68 тысяч охотников. С 29 августа разрешена охота на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. В охоту годик края усилена работа по патрулированию территорий. Рейды будут проводить во время всего сезона охоты. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена. У охотника обязательно должны быть с собой охотничий билет, разрешение на оружие и путевка. Уборка сахарной свеклы в хозяйствах Алтайского края будет длиться все три осенних месяца. Дело в том, что о этой культуре не страшны холода, заморозки повышают ее сахаристость. С учетом таких особенностей сладкого корня, Черемновский сахарный завод выстраивает график приема сырья в переработку от свеклосеющих сельхозпредприятий. Пока основные уборочные работы идут в агроферме Черемновская, Паловского района и Калманском хозяйстве Кубанка. Средняя урожайность сахарной свеклы по данным регионального Минсельхоза около 450 центнеров с гектара. Показатель хороший, поскольку поля этих хозяйств незначительно пострадали от засухи. Кроме Паловского и Калманского районов, сахарную свеклу выращивают также в Топчихинском, Ребрихинском и Шлоболихинском районах. Специалисты возлагают надежды на то, что в течение осени при благоприятных условиях сладкий корень успеет набрать дополнительную массу. Напомним, в 2018 году с одного гектара в среднем по краю собрали почти 380 центнеров. В 2019-м урожайность существенно возросла. Накануне нового учебного года губернатор Виктор Томенко встретился в Москве с учащейся и работающей молодежью из Алтайского края. В столице с губернатором встретились молодые люди, выпускники школ и вузов края, которые учатся и работают за пределами региона. Представители барнаульской молодежи пообщались с Виктором Томенко онлайн. Они рассказали главе региона о своих проектах социально-экономического развития края. Также на встрече в Москве было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Алтайского края и федеральной группой компаний просвещения в сфере развития образования. В барнауле ремонтируют пожарные машины из Красноярска, Хакасии, Горного Алтая и других регионов Сибири. В этом году капитально отремонтировано 300 пожарных автомобилей. В рабочем цеху побывал наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Ремонт сложной специализированной техники из многих регионов Сибири проходит на базе Барнаульской пожарной части. В этом году капитально отремонтировано 20 двигателей. 300 пожарных автомобилей получили мелкий ремонт. Испытания пожарно-технического оборудования прошли более полутора тысяч машин. Благодаря профессиональной работе мастеров цехи пожарные автомобили прослужат еще много лет. Машины доставляются со всего Алтайского края. У нас ремонт-технический центр по-своему уникальный. Не в каждом регионе имеется такая производственная база. Очередь на ремонт есть всегда. Работа с одной машиной занимает около суток. Благодаря обновленной и усовершенствованной ремонтной базе затраты на ремонт сократились на 30%. Сергей Анатольевич, расскажите, что именно с этой машиной. Она из налобихи, насколько мне известно. И по какому поводу она здесь стоит на ремонте? Данный автомобиль прибыл нам на ремонт, в ремонт-технический центр. Ремонт ходовой части у нее находится в состоянии такого, требует сильного капитального ремонта. Капитальный ремонт двигателя у нее. Двигатель сейчас демонтирован, находится в моторном цехе на капитальном ремонте. А бывало такое, что бригада не смогла справиться с поломкой и, так сказать, в кавычках не выполнила задачу? Такого, конечно, нет. У нас друг другу всегда приходят на помощь. Кто-то, если что-то не может, подскажут и помогут. Это значит, что вся специализированная техника, прошедшая диагностику на базе Барнаульской пожарной части, будет быстро и качественно отремонтирована. А это сотни и тысячи спасенных жизней наших граждан. Дмитрий Дроздов, Алексей Шаульский. Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего 25 августа. Водитель Toyota Corolla сбил девочку-подростка, которая на самокате ехала по нерегулируемому пешеходному переходу. Самокаты предназначены для передвижения вне проезжей части дорог. Использовать их можно на закрытых площадках, на стадионах и парках. Это те места, куда запрещен въезд машин. Сотрудники ГИБДД просят при использовании самокатов не создавать помех другим людям. При передвижении не использовать гаджеты и сохранять безопасную скорость. Соблюдение этих несложных правил поможет сохранить жизнь и здоровье. На этом у меня все. Я желаю вам хороших выходных и отличных новостей.